Выманивают посмертные выплаты. В интернете активизировались гадалки, медиумы и экстрасенсы, которые предлагают устроить спиритические сеансы семьям бойцов, погибших в СВО. Мошенники преследуют единственную цель – выводить у убитых горем вдов и матерей полагающиеся им социальные выплаты. Доверчивые граждане несут шарлатанам деньги в надежде получить ответы на свои вопросы. Рассказ одной из пострадавших пермящек выслушала Елена Иговцева. Его не было в списках ни в живых, ни в мертвых, ни в пленных. Мы его продолжали искать весь март. Но так как деньги приходят на карту регулярно, значит он живой. Если бы денег не было, он бы считался уже мертвым. То есть такое государство, оно за этим очень четко следит. Действительно ли боец спал смертью храбрых, а может он томится в плену? Друг Оксаны Николай был добровольным участником СВО. В последний раз выходил с близкими на связь в декабре, а в апреле пришла похоронка. Бойца хоронили в закрытом гробу. Подробности гибели не сообщили. В надежде получить ответы на вопросы, женщина обратилась к гадалке. Та сказала, что первый вызов духа бесплатно, но потом сообщила, что искать его надо среди живых. А где именно? Обещала ответить за отдельную плату. Мне сказали, что да, он живой, но надо доплатить определенную сумму, тогда она точно скажет, где он, в каком районе там находится. Он, допустим, целый, раненый, с амнезией, что-то. Она говорит, эти вопросы еще стоят денег. И вот тогда я поняла, что за каждый чих, так скажем, я должна заплатить деньги. Такие не успокоятся, пока не вытянут все до копейки. Наша страна уже проходила такое. Небывалый спрос на проводников потусторонний мир и медиумов возник после трагических событий в Беслане. В 2004 году, когда теракт унес жизни, около 350 человек. Некие личности предлагали даже воскресить погибших детей. Дело в том, что убитые горем родственники не способны здраво анализировать информацию. Этими пользуются мошенники всех мастей. А в случае с погибшими в СВО фигурируют еще и крупные суммы денег, так называемые посмертные выплаты. Аферисты циничные и беспринципные, обладают навыками психологического давления и способны убедить потерпевших, попавших в сложную жизненную ситуацию, что именно они могут помочь решить им любой вопрос. Зачастую клиенты таких злоумышленников отдают большие суммы денег, прибегая даже к кредитным обязательствам. Следует помнить об этом, поскольку никаких проблем такие люди решить не смогут, а только усугубят ваше финансовое положение. Если вы все же пострадали от действий мошенников, немедленно обратитесь в полицию. Конечно, людям, потерявшим близких, хочется верить в чудо. И случаи, когда уже похороненный боец оказывался живым, в госпитале или плену, были. По обеим сторонам фронта действуют группы волонтеров, которые активно обмениваются информацией. И тогда фамилии считавшихся погибшими или пропавшими без вести, но на самом деле военнопленных, попадают в списки на обмен. Только вот происходит это без помощи всяких медиумов. Елена Иговцева, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей.